всем доброе утро я уже умылась сейчас хочу приготовить завтрак сделать приготовить завтрак для дочки сделать себе кофе заодно мы с вами поболтаем расскажу вам историю я на сайте тормогихи фигур не так давно заказала себе куртку куртка была на скидках ну во всяком случае так показывалось на сайте что куртка на скидках я думаю хорошая скидка там скидка была порядка 100 даже больше нет 100 евро отлично почему бы не заказать как раз у меня нету зимней куртки чтобы ходить с машкой гулять неудобно с машину машину с машины вот заказала все оплатила поипалом пришел никаких вопросов я заложу потом свой личный кабинет а там стоит что штормировано то есть отменен заказ еще что-то сейчас я тебе что-то отменен заказ думаю ладно может быть какая-то это ошибка вчера попросила мужа позвонить он позвонил на что ему говорят что так и так сильно это какие-то проблемы у вас вашим банком хоть и странно какие могут быть проблемы что разбирайтесь так а куртку вы не получите ну хотите если хотите то покупайте заново уже по полной стоимости ну я конечно много расстроилась я же рассчитывала на другую цену нежели которые сейчас на сайте указан ну ладно но при этом будет довольно договориться на следующее куртку я могу купить причем могу купить по старой цене по цене на скидках пока система немножко сложновато я должна ее сейчас купить на официальном сайте по полной стоимости она ко мне когда придет я должна написать e-mail там мне прислали на мою почту о том что так и так я получила куртку и мне разницу эту вернут уже на тоже на мой пайпал ну с одной стороны конечно я получу куртку и куртка у меня будет так как я и хотела но с другой стороны это же время надо подождать когда придется в общем я не знаю сейчас пока в раздумья что да как сегодня у меня план приготовить завтрак на сегодня план у меня пока машка позавтракает смонтировать не смонтировать залить блок на канал потом заняться вести квартиру в порядок после выходных потом наверно пойдем спотнем погуляем посмотрим будем посмотреть по поводу сегодня в ресурсе будет видно и да мне обращается внимание на красоту у нас сейчас ремонт не так давно переехали в свою квартиру поэтому мы же делаем все на ходу из-за этого коронавируса все сроки сдвинулись ничего как-нибудь что-нибудь придумаем у нас же сегодняшнего дня уже сточили правила если раньше можно было встречаться до пяти человек с разных домохозяйств то теперь все теперь только один человек может присутствовать только еще написал дети считается не считается как она что будет потом на улицу выходить только это магазин врач аптека я думаю что с ребенком не будет проблем пойти погулять тоже магазин и так и не открылись у нас кафе у нас все закрыты поэтому социальные контакты ни с кем поддерживать нельзя вживую только по интернету ну пока так ничего не поделаешь других вариантов все равно нету здесь нас уже когда-нибудь я сейчас тебе принесу машинка иди садись такие вот дела а сегодня еще по идее должен прийти новый бьюти бокс от лук фантастики я тоже планирую записать распаковку интересно что там внутри он уже будет январский от гуди бокс не знаю когда должен будет прийти бокс если на завтраком интересно я готовлю яйцо на сковородке огурчик и авокадо режу но мне любит и огурец кушать с удовольствием и авокадо кушать с удовольствием авокадо полезен а еще обед надо приготовить обед и ужин что же с вами что-нибудь интересное приготовим кофе мы уже готов авокадо порежу надо магазин мы наконец вышли на прогулку у нас уже 12 наверно начала 1 погуляем с машкой и пойдем домой обедать и буду машу укладывать на дневной сон у нас достаточно тепло на улице где-то 1 градус все равно солнышко светит такая приятная погода что вам показать интересного так выглядит наш район да вот это вот это гаражи кто-то покупает кто-то снимает гаражи в среднем парковочное место у нас арендовать 130 евро месяц 30-40 евро в месяц зависимость его гаражи крытые я так особо показывать не буду там внутри такие а-ля боксы с дверями двери закрываются и машина там стоит конечно но все это достаточно старое но при этом хотя бы свое парковочное место потому что в нашем районе парковки не найти но в принципе в германии с парковками достаточно туго уже вечером все паркуются там где можно и там где даже нельзя машечка дай мне руку а мы сейчас просто походим побродим по району детских площадок у нас к сожалению тоже немного ближайшая детская площадка тоже в другом районе до нее наверно пешком идти с машей минут десять поэтому как-то так стой ручку мне давай куда вот такие вот дела как я говорила потом мы пойдем уже домой давай руку пошли даже спать не знаю что будем делать вечером уже гулять не пойдем вечером достаточно так ладно дайте мне быстро раньше я всегда ходила гулять с машкой после ее сна мне так было удобнее когда мы он жили в другом городе 9 после садика уже были на площадке ей было веселее а сейчас такое время не вообще никого нету хотя садики ясли школы все закрыто где где люди непонятно может дома сидят боятся выходить ну что делать гулять с ребенком то надо покажу вам что-нибудь тоже вон там у нас есть здесь трассе вот это типа детская площадка если это можно так назвать детской площадкой а так места достаточно много даже не знаю что можно снимать что нельзя снимать в германии с этим достаточно строго поэтому буду пока себя снимать можно это рада куда пойдем туда не от машинка там чужой дом сюда эти нельзя птички там здорово ты тигр ты пугаешь птичек машенька пошли дальше ну вот коротко о том как выглядит детская площадка рядом с нашим домом тогда играть не переиграть внутри что я вам еще покажу написано что спокойное время от игры это с часу до трех и вечером с 8 часов вечера кстати да у нас уметь запрещено с часу до трех вот у нас в доме такие правила что с часу до трех должно быть тихо воскресенье шуметь вообще нельзя и с 8 часов вечера тоже шуметь нельзя иначе могут вызвать полицию у нас на остановках обязательно ношение масок поэтому маску пришлось надеть это я хотела вам сколько стоит у нас проезд вот 270 стоит проезд до центра до центра нашего города если вы хотите ехать куда-то в другое место это другая уже ступень может быть проезд будет стоить немного дороже например допустим одна карта для одной персоны нас на третью ступень 7 евро стоит месячный проезд на просто вторую ступень но допустим об сегодняшний до февраль 11 но 1 до февраля будет стоить 80 евро вот такие вот цены у нас на проезд получат нифига не дешево дети до шести лет могут ездить совершенно бесплатно а вот животный вам собаки по цене как на детей велосипеда коляску можно можно спокойно взять с собой мы уже пришли домой пришла почта пришла еще какая-то одна посылка не знаю что мы заказываем давайте вместе распакуем посмотрим что там внутри покажу что там внутри посылку я открыла вот это оба таковик наверное для мышки мы заказывали нас стеклянность у нас стеклянный стол поэтому нам надо большой коврик чтоб очень было удобно иначе вообще невозможно работать за столом сегодня отлично что пришел кстати этот фантастик бокс сегодня его распакую запишу видео вам потом хочу выставить кое-что на ebay по продавать то что не ношу еще оно будет в шкафу храниться вот сейчас маша доест мороженое и пойдем ложить вкладываться спать оставайтесь со мной может еще что-нибудь интересное запишу я уже поделала свои дела сняла распаковку нового бьюти бокса от лук фантастик не знаю он выйдет после этого влога или до этого влога но уже как получится сейчас уже время готовить ужин у меня это будет завтракать сегодня еще не завтракала не ела вообще как-то времени не было пола две чашки кофе для машки это будет ужином для мужа соответственно тоже уже давайте я вам покажу что буду готовить я буду готовить куриное филе куриное филе в сметанной заправке рецепт я нашла в интернете на немецком сайте ну посмотрим что это получится а гарнир скорее всего будут макароны или рис я еще подумаю наверное все таки рис приготовлю посмотрим нам понадобится мы ставим разогреваться духовку я поставлю на ступень всем и мне надо подсолнечное масло я немного налью сковородка это не очень как-то мне нравится пока еще нового не купила ждем пока разогревается масло нагреется да вроде бы я все сказала все что надо порядок такой будет у нас закидываем курицу в общем я наверное вам все покажу сейчас подождем пока масло разогреется и начнем в итоге я решила свой рис рис у меня в пакетике нам с Машей одного пакетика хватит муж потом придет я ему отдельно уже по желанию что он захочет ну что не захочет не рис не макароны тогда я ему пюре сделаю картофель или еще что-нибудь сковородка у нас у меня нагрелась высыпаем мясо мясо я сразу покыпаю нарезанное мне так удобно вот, помешаю его одной рукой неудобно мешать значит мясо надо перемешать мясо перемешать, посолить, поперчить и еще добавим чеснока после того как курица практически приготовилась я добавляю фасоль курицы тут главное долго не удержать фасоль в сковородке потому что она потом размякнет и станет не очень вкусной сейчас буквально одну минуту фасоль потом я добавлю сметану еще может быть добавлю каких-нибудь специй по вкусу может быть не буду добавлять посмотрю я решила все таки сварить а я говорила сварить рис ну и как приготовится курица я вам уже покажу готовый вариант вот так вот выглядит конечный вариант блюда на самом деле можно добавлять любые овощи будет вкус я жду пока приготовится рис как раз проснется Маша мы с ней покушаем и дальше будем играться ну что-то до заранее мне приятного аппетита и вам приятного аппетита если вы сейчас смотрите это видео и кушаете мы уже поужинаем муж уже пришел с работы он тоже сейчас ужинает последнее на сегодня что я вам хотела показать это коврик для мышки который мы распаковывали сейчас покажу он очень большой но нам для работы необходимы всегда два монитора поэтому нам сама тут лучше снимать мой блеск ну вот как-то так ну что я вам желаю хорошего дня кто-то будет смотреть вечером там хорошего вечера соответственно и утром на сегодня это все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и всем пока-пока и 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